Хотел бы я, чтобы моя дочь, допустим, была бы спортсменкой, боксершей, выступала бы ей. Нет, я бы, конечно, этого не хотел. По всей видимости, у нее нет никого рядом, кто мог бы заступиться, кто мог бы такое предотвратить. Но это не значит, что подобное будет просто так спущено с рук. За такие вещи надо будет понести наказание. Девушки отдыхают Боксом, по-моему, это есть среди чеченцев, конечно же, есть люди, которым это не нравится, что чеченская девушка занимается спортом. В общем, знаете, я не отношусь к категории людей, которые, допустим, хотел бы я, чтобы моя дочь, допустим, была бы спортсменкой, боксершей, выступала бы ей. Нет, я бы, конечно, этого не хотел. Но смотрите, когда вот этот вот разговор о том, что, допустим, мы там это не приемлем, если этот разговор происходит в формате дискуссии, где-то в интернете, то это можно понять. До сегодняшнего дня все так и было. Есть какой-то человек, он живет у нас в республике, чеченец, парень, который, ну, его можно назвать, наверное, таким призывающим. Он в интернете, он имеет свои социальные сети в Инстаграме, в ТикТоке, и он в меру своих возможностей занимается призывом к одобряемому и порицанием порицаемого. И вот он, значит, высказал какую-то критику в адрес этой девушки. Девушка что-то там ответила. Значит, у него есть своя группа поддержки, которая, значит, одобряет то, что он говорит и осуждает ее. У нее есть какая-то своя группа поддержки, которая одобряет ее, осуждает его. И вот пока это в таком формате, пока просто в режиме разговоров это все происходит, это можно понять. Но когда пять человек приезжают и делают с девушкой вот такое, ну, по сути, там сломаны ребра, у нее рассечение и под глазом, и над глазом, что, ну, вряд ли такое можно сделать, кулаком там, ее били ногами. То есть пять человек били ногами чеченскую девушку, вы понимаете, это уже другой вообще формат, то, что произошло. Вы из морализаторов, которые в интернете там осуждают, не типичное для чеченской девушки, допустим, поведение, где вас можно, где с вами можно согласиться, допустим. Когда вы делаете вот это, то вы уже превращаетесь в преступников. И я сейчас не только и не столько даже о Уголовном кодексе Швейцарии. Я говорю о чеченском менталитете, о чеченских обычаях. И то, что вы сделали с этой девушкой, это осудил даже тот человек, кто стоял у истоков осуждения ее деятельности. То есть у вас никто в такой ситуации вас никогда, конечно, не поддержит. И то, что вы сделали, это очень серьезное преступление. Вы избили девушку ногами. Вообще, в принципе, вы не могли ничего подобного там. Меня просто удивляет сам факт, как можно девушку избивать ногами. Но это не значит, что ее можно как-то иначе там бить. Ведь в принципе, то, что кто-то решил куда поехать и как-то физически оказать воздействие на девушку, которая занимается спортом. У меня очень, знаете, много сегодня было мыслей по этому поводу. Я не понимаю, как при всем даже моем отношении, даже если я для себя это не приемлю, что у меня там моя дочь, допустим, была боксерша, я бы не хотел этого. Но я понимаю, что вопрос чеченской спортсменки, занимающейся даже боксом, на фоне тех реально очень неприятных, негативных моментов, которые у нас имеются, но это просто ни о чем. Она что, заслуживает большего осуждения, порицания, чем, допустим, какие-то певички, поющие на сцене перед Кадыровой и прочей шушерой? Она что, заслуживает большего осуждения, порицания, чем какие-то другие проявления чеченской благосферы, женской присутствуют, которую вы будете лицезреть, просто зайдя там в Инстаграм? Или, например, тех женщин, которые в эфирах здесь днем и ночью кроют, матерятся, оскорбляют? Или те, которые при любом удачном случае кривляются, какие-то танцы устраивают? Я просто не называю имена, но каждый раз, когда я что-то из этого говорю, у вас ведь всплывают лица. Мы ведь все знаем, о ком идет речь, и ведь их немало. И вот в этой каше всего этого порицаемого, а я сейчас, мы сейчас так, мы говорим, знаете, о девушках, о женщинах, как будто бы спортсмен, мужчина-чеченец, поднимающий здесь кадыровский этот ЛГБТ-шный флаг, как будто бы он заслуживает меньшего порицания. Разве не это первичнее для нас? Разве не эти люди, называющие себя чеченцами-мужчинами, разве не они заслуживают большего порицания? И они ведь не скрываются, они живут здесь, в Европе. Что вот этот Дугазаев со своей Шушерой? Дугазаев-то, ладно, его бы здесь больше нет, но Шушер это здесь осталось, вся эта. Живет Киль, Гамбург, кричат, что Ахмат Сила, еще что-то. Почему? Ну, вот это вот все, вся эта каша, которая заслуживает и должна была гораздо раньше любой там чеченской спортсменки порицаться. Вы представляете, из этого всего нашлись пять человек, которые на все это посмотрели, из всего этого где-то выбрали чеченскую спортсменку, которая где-то на обочине, которую я бы в этой каше даже не заметил. О существовании которой я даже и не знал. Даже если бы где-то там на нее наткнулся, как-то не обратил бы на это внимание, потому что здесь вот всего этого настолько полно, настолько это плохо, настолько это больно, что ты там, туда ты даже не дойдешь. И вот среди всего этого, взять именно эту спортсменку и поехать пятером избить ее ногами таким образом, чтобы там сломать ей ребра, сделать рассечение, трещины, скулы. Вообще, я просто поражен этой логикой. Я не знаю, как вы к этому пришли. Я не знаю, кто вы такие. Это очень интересно на самом деле, кто эти люди. Кто, что ими двигало, кто ими управлял, кто их на это надоумил. Они живут здесь, живут их родители. Кто это вообще, с какой они страны. В общем, все эти моменты очень интересные. Их вроде бы как задержали, говорят, при попытке покинуть на границе в общем-то Швейцарии, в городе Базель их, по-моему, где-то задержали. Будет интересно. Я буду интересоваться этой темой. Мне просто для себя даже интересно, кто эти люди. В целом для нас всех нужно из этого вынести определенные уроки, сделать выводы, ни при каких обстоятельствах. Если вы что-то там осуждаете, порицаете, да у вас есть полно возможностей. Никто, пока вы будете пытаться порицать порицаемо, или порицать даже не то, что пытаться, а делать это активно. Будете наставления какие-то делать, видео записывать, приводить аяты урана и так далее, пытаться людей исправить. Максимум вам будут как-то отвечать недовольные. И кому-то это будет очень не нравиться, кто-то, наоборот, будет это поддерживать. Но как только вы решите, что вы там можете приехать и отпинать чеченскую девушку, тем более, имейте в виду, что это очень серьезное преступление. И за это люди должны будут понести наказание. Я уверен, что это, я просто не знаю, эта девушка, она, она, как она там, с кем она проживает, у нее есть ли у нее родственник, близкий отец, с ней ли они вообще живут, есть ли рядом с ней чеченцы, какая-то община. В общем, это, это та ситуация, когда, по всей видимости, у нее, видимо, нет никого рядом, кто мог бы заступиться, кто мог бы такое предотвратить. Но это не значит, что подобное будет просто так спущено с рук. Такие вещи надо будет понести наказание.